Приостановить и усилить Краевой Оперштаб ввел новые антиковидные меры. Они связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю в регионе выявили более 3000 инфицированных. Многие из них в тяжелом состоянии. Далее подробности. Заболеваемость ковидом стремительно растет. Сейчас циркулирует индийский штамм, более заразный и агрессивный, чем остальные, отметил глава Роспотребнадзора Виталий Костырев. Но в этом году ситуация осложняется тем, что параллельно в стране началась сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ. Что касается коллеги гриппа, грипп циркулирует в Российской Федерации с июля, с июля года настоящего. Такого никогда не было. С августа у нас в Российской Федерации только что закончилось электронное совещание на уровне Российской Федерации, проводил Роспотребнадзор. У нас зарегистрирована вспышка, я имею в виду не в Перском крае, а в Российской Федерации гриппа. Такого вообще никогда не было. Циркулирует так называемый вирус гриппа H3N2. Ранее он назывался гонконгский вирус гриппа. Как заверили специалисты Роспотребнадзора, на данный момент в регионе есть достаточный объем вакцин и от коронавируса, и от гриппа. Но уровень вакцинации пока недостаточно высок. Между тем, нагрузка на систему здравоохранения выросла в разы. В частности, на неотложную и скорую помощь. На сегодня, на 27 сентября, по неотложной медицинской помощи обращается уже порядка 9 тысяч обращений в службу неотложки. Более 2600 обращений на службу скорой медицинской помощи. Мы даже вынуждены в последнее время в крупных муниципалитетах бригады разделять. И уже нередко, где в бригаде работает один фельдшер, для того, чтобы своевременно оказать необходимый объем медицинской помощи. Поймите нас правильно, мы работаем. Но мы прекрасно понимаем, что система работает на пределе. В связи с этим, Оперштаб предложил внести ряд изменений в указ губернатора об ограничительных мерах. Так, со следующей недели приостановят работу детских игровых комнат и введут систему QR-кодов. Они подтверждают вакцинацию против ковида или свидетельствуют о перенесенной инфекции не более 6 месяцев назад. QR-код либо ПЦР-тест обязателен для посещения театров, концертных организаций, филармоний, домов культуры, кинотеатров, цирка, мероприятий, связанных с туризмом, а также мероприятий, организуемых органами государственной власти Пермского края. Я хотел бы, чтобы мы вот эти мероприятия, связанные с введением QR-кодов в спортивных и культурных объектах, да, со следующей недели вели. Но не позднее, да, это раз. Во-вторых, особое внимание вас, как министра культуры и министра спорта, отработать все на практике, чтобы на входе в объекты люди были оборудованы всеми необходимыми устройствами для считывания QR-кодов, конечно, имели средства защиты. Ограничения для сферы общественного питания и фитнес-центров пока вводить не стали. Штаб будет мониторить ситуацию. Юлия Зыкова, Константин Старков, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok